Видеокурс StreetTile. Самооборона на улице в стиле Muay Thai. Узнай секреты самообороны и выходи победителем из любой уличной драки. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai CK и я, Варченко Виталий. Сегодня у нас очередной обзор, точнее сказать продолжение его, вторая часть топ-10 идиотов, которые вызвали профессионалов. Первая часть я, которую вылаживал, делал и совсем недавно, сразу набрало более 500 тысяч просмотров. Ты ее можешь посмотреть в подсказках под видео. А в этой части, я думаю, будет не менее интересно. Итак, приступим. Итак, для разогревочки мы начнем видео с боя двух профессиональных бойцов. один очень понтовитый, очень много разговаривает и очень много понтуется, показывает свои навыки танцев и понтовства на каждую минуте пресс-конференции и непосредственно в бою. Прозвище у него Узи. Он очень провоцировал, очень-очень. Но в бою, конечно, показал все свое мастерство и лег на второй минуте первого раунда. Поэтому меньше понтов, больше дела. А начнем мы нашу подборочку с 10-го места. Чарли Зеленов. Абсолютно неадекватный дурачок, о котором много из вас, наверное, слышали. Он подходит к ребятам в тренажерных залах, дает им перчатки и говорит, давай поспаррингуемся легонько. А сам набрасывается на них с целью вырубить в нокаут. И потом это все выставляет так, как будто он победил профессионального бойца и называет себя лучшим боксером мира. Но тут он сделал одну ошибочку. Он бросил вызов Флойду Мэйвезеру-старшему. Да, это дедушка, которому за 50. Он хотел за счет него прославиться, потом опять сказать, что я победил Мэйвезера. Но не все оказалось так просто. У него абсолютно не было техники. И после минуты махача он устал, как обычно. Это его обычная тактика. Набрасываться, молотить удары, а потом он просто не вытягивает, если кто-то начинает оказывать опор. Ну, убежал из ринга. Когда уже Мэйвезер развернулся, он подбежал сзади, ударил в ухо. За что был потом очень жестко наказан ребятами из зала. На 9-м месте у нас тренировочный спарринг. Можно так его было назвать в начале. Один новичок в Салатовой Олимпийке бросил вызов тренеру. Тренер, конечно, как обычно, не имел цели нокаутировать ученика-новичка. Просто решил с ним легонько поработать. Но, как обычно, те, кто занимаются в залах, знают, что у новичков нет понятия и чувства удара. Поэтому они в каждый удар максимально вкладываются и каждым ударом хотят вырубить. Что, конечно, тренеру не понравилось. И ему пришлось сделать хороший хайкик, попасть. Новичок немножко расстроился, но бой решил все равно продолжить. И тут же получил такой же самый левый хайкик в голову. На следующем месте у нас бой между 23-летним уличным бойцом и 15-летним боксером. Чисто визуально вы уже, наверное, догадываетесь, кому из них 23, кому 15. По параметрам разница у них очень большая и в весе, и в росте. Но уличник, конечно, обладает техникой гораздо хуже, чем боксер. Видно, что он двигается. Вначале, пока были силы, он набрасывался, выбрасывая 2-3 удара, пытался атаковать. Но пацан, боксер, очень хорошо себя чувствовал в ринге, делал уклоны, работал головой, проваливал. И когда уже силы начинали оставлять уличника нашего, он начал проваливаться, махать обыкуда, оп, и четко боксер на этом ловил. В конце концов, паренек решил поработать по корпусу, чего не делал уличник, и полностью его забил. Следующий бой у нас прямо на улице происходит. Парень в белых перчатках и в шлеме, профессиональный боксер, который решил заработать денег, любой желающий может заплатить определенную сумму и попытаться его ударить, скажем так. Это модная тема была в Ютубе, наверное, и сейчас она модная, когда профессиональные бойцы ходили на улицу, давали перчатки прохожим и просто работали корпусом, убегая, убирая голову. Но парень, который вышел против него побоксировать, не захотел выглядеть дурачком, который не может попасть, и начал очень сильно работать. На что боксер ответил левым боковым. Следующий бой у нас между японцем, профессиональным кикбоксером в тяжелом весе, которого вызвал на бой маленький боец, очень маленький по сравнению с нашим кикбоксером. Как видите, он на две головы ниже, на килограмм 30 легче, наверное. Но он сам бросил этот вызов, решил показать или испытать себя. Тут интересные оба момента. Довольно неплохая у него была техника, конечно, работа руками довольно размашистая, но видно, что он работает в стиле кикбоксинга. Ну, учитывая то, что он бьет ладошками, и, конечно же, учитывая то, что он в два раза меньше, сила его удара очень и очень незначительна. Поэтому наш кикбоксер-здоровяк даже не держит руки возле головы, а спокойно принимает все удары на голову и в этот момент смеется. Ну и все закончилось довольно быстро. Следующий бой у нас очень интересный и очень смешной. парень с улицы пришел в зал к боксерам, сказал, что положит любого благодаря своей уникальной технике. И эту уникальную технику вы видите, она мне очень напоминает технику орла и змеи, знаменитого чхарька, обзор на которого я тоже делал. Ну, конечно, в ринге эта техника работает ровно 30 секунд, пока у тебя есть возможность убегать. Следующий бой у нас прошел в клетке ММА между профессиональным бойцом ММА, которого вызвал на бой еще один уличник. Но он решил показать свое мастерство больше в таком стиле кунг-фу, наверное, решил доказать, что его стиль эффективнее, чем ММА. Ну, конечно, после первого прохода в ноги это все дело быстро закончилось. после проигрыша треугольником второй раунд они решили также провести больше работая в ударной технике. и опять хай-кик проходит в голову и мы видим, что кунг-фу не совсем работает в реале. Следующий бой у нас произошел между ну, как можно их сказать, да, уличными мафиози. Это мексиканец, который решил вызвать на бой профессионального ММА бойца. но, как вы видите, все закончилось на первых же секундах после первого же правого прямого. Несмотря на то, что боец был гораздо меньше, победу он получил очень быстро. следующий бой между у нас профессиональным боксером и бодибилдером. Бодибилдер, наверное, все-таки решил испытать себя как боец. Что интересно, очень многие бодибилдеры почему-то хотят это сделать, именно испытать себя как боец. То есть, наверное, их внешняя, так скажем, увлекательность и самоуверенность дает им этот толчок к тому, что он может что-то сделать и в бою. Но он может это сделать, конечно, на улице, не исключено, но против профессионального бойца такого же размера и веса у него нет абсолютно никаких шансов. Что мы и видим, в принципе, не нанеся ни одного точного удара, он просто упал в нокаут неоднократно. С разбитым лицом и окровавленный, я думаю, он получил то, чего хотел. И на первом месте у нас очень знаменитое видео, где наш любимый Чарльз Зеленов, этот абсолютно неадекватный дурачок, вызвал на бой Уайлдера, чемпиона мира в тяжелом весе. Он ему много звонил, много писал, много оскорблял и все-таки спровоцировал на это, придя в зал. Ну, конечно, ничего другого, кроме быстрого нокаута мы и не могли ожидать. А самое интересное, что он еще и пробовал сопротивляться, бить, бросаться, ну, конечно, до первого удара. Ну, дальше, Уайлдера можно абсолютно понять и не осуждать, потому что человек просто тебя провоцирует, оскорбляет тебя, твоих родственников, твою семью и тут приходит в ринг, делает три удара, падает и начинает вести себя, как пятилетний ребенок, убегать, плакать, освободите меня, отпустите, ну, что Уайлдер уже просто его загнал и посмеялся. Надеюсь, тебе понравилось этот видеообзор, ставь лайк, подписывайся на канал, забирай видеокурсы в конце и под этим видео, настойчивости в тренировках. frog Pre Hindi Gandalf Altern Субтитры 혁 Редактор Продолжение следует...